Пурин Алексей Арнольдович, Санкт-Петербург, стихи с эпиграфами. Кружкову. Эпиграф разобьется лампада многоточия. Шелли Пастернак. Ни крупица в итоге, ни карата в горсти. Были чуть ли не боги, где-то до тридцати, а потом поразмыло эти мраморы, медь. Пусть пока не могила, но все ближе. Заметь. Впору двинуть на Скирос или даже на Крит. Жаль, еврейский папирус там давно не искрит. То ли пафос твой, Патмос, нам уже не с руки, то ли кончился Атлас у соседней реки. Что ж, гляди на закаты, да на лунную гладь. Мир прекрасный, куда ты норовишь, не сдержать. Или закон нам неведом, что, не зная стыда, нас, хоть будь Архимедом, вытесняет вода. Следующее стихотворение с эпиграфом «И общей не уйдет судьбы». Держай. А ты, несчастный, но счастливый, в ответ сквозь слезы улыбнись. Ручей струится говорливый, с горы тропа стремится ввысь. Пусть час, но лилия глядится, ты помнишь, девственную гладь, и шумно вспахивает птица. Все знать и ничего не знать. Камень. Посвящение Я А. Гордину. Эпиграф. В темных лаврах гигант на скале. Аненский. Эта римская тога и медный венок посезонули скачущей наш полубог. Здесь на зону рыбы зимует во льду, а декабрь есть единственный месяц в году. Где картечь, там и речь, а где песнь, там и казнь. Детский страх, потолков чуть повыше боязнь, но чертовски влечет на просторы морей. Ох, достанется ушлая сестрица, ей-ей, и убогому братцу, и первой жене. Дескать, жену, ты враг по писанию мне, и несчастному сыну, и целой стране, целым странам. Конца не увидят в войне, ах, достанется шведам, полякам, хохлам за царевые обиды. А главное, нам, нашим прощурам, легшим в болото костьми. Но попробуй теперь этот камень возьми. И не крепость, конечно. Важнее всего, а всемирный соблазн, донимавший его, притворенный потомками в строгий гранит, что диктантами днесь, а унит знаменит. Петербургское небо, как прежде, дождливо. Хоть уже не поют ярмака, и штыки не блестят, и иного разлива черноморского нынче тоска. Но страна, тяжело отдыхавшая в доке, распугав, оттошат над дневой. Знать, свершилось одно ей вмененные сроки. Броненосцам становится в строй. И нелепо рядить о раскладах и видах, восхваляя кого-то веня, О страданиях чьих-то и чьих-то обидах, и о том леденеет броня. Небо сумрачно, море темно и жестоко, и чернилами плачет февраль. Но страна броненосец выходит из дока, расчехляя слепящую сталь. Никому неизвестно, во зло ли во благо, таково по природе своей. И слова наши доблесть, безумство, отвага непонятны, сверкающей ей.